Практика очищения желтой чакры в практике дерева. Практика очищения желтой чакры помогает сбалансировать и наладить ее энергетику. Желтая чакра находится чуть ниже солнечного сплетения, практически на уровне нашего желудка. Она отвечает за ответственность и безответственность. Если желтая чакра заблокирована, человек ведет себя безответственно и не держит слова. Такие люди могут сами искренне верить в то, что обещают, но либо не выполняют свои обещания, либо выполняют их слишком поздно и совершенно не так, как договаривались, и как это было нужно. Когда у человека повышена энергетика желтой чакры, он пытается контролировать абсолютно все и всех. Такие люди берут на себя излишнюю ответственность. Если человек с гиперактивной желтой чакрой работает начальником отдела, то он пытается контролировать свой отдел и еще два соседних, он постоянно пытается получить как можно больше власти. В отношении сотрудников он выстраивает многомерный план действий. Так, этот сотрудник женился, значит, ему нужно поднять зарплату. Сейчас его переставим на другую должность. Интересно, вытянет он или нет? А этого сотрудника переставим в другое место, то есть он все время пытается за всех все решать. Такие люди все время держат руку на пульсе. В итоге они растрачивают энергию своей желтой чакры и вергают других людей в ситуацию вне контроля. Те знают, что у них хороший начальник, который все решит. И подчиненные отдают свой контроль за ситуацией и за жизнь именно ему, тому, кто кажется добрым и сильным, кто за них все сделает. Помните поговорку, кто везет, на том и возит? Когда люди полагаются на кого-то, они все меньше и меньше контролируют ситуацию и постепенно совсем разучиваются решать свои проблемы. И тогда пространство, которое видит, что происходит, старается убрать из их окружения того человека, который решает за них проблемы. Так как это решение и есть желтая чакра, пространство давит на желтую чакру того, кто принимает решение и контроль за других. Выливается это все в заболевания желудка и поджелудочной железы. Чтобы избежать подобных неприятностей, не стоит брать на себя больше ответственности, чем этого требует ситуация. Отношения с подчиненными и коллегами надо выстраивать в рамках своих должностных обязанностей, иначе придется страдать от заболеваний. Еще одна причина заболеваний поджелудочной железы – неправильное питание, когда человек ест очень много сладкого, острого или другую вредную пищу. В этом случае можно помочь энергетике поджелудочной железы и приостановить ее разрушение, но это не решит проблему в целом. Восстановить поджелудочную железу поможет только комплексный подход, включающий в себя и практики, и сбалансированную диету. Первая часть. Основное положение – стоя руки на нижний дань-тянь. Кончик языка упирается в небо за верхними зубами. Открываем желтую чакру на базе практики дерева. 1. Представляем в нижнем дань-тяню красный шар размером с теннисный мяч. Когда мы хорошо представили красный шар, вместе с руками переводим его вверх, на уровень желудка, в желтую чакру. Представляем, что наш красный шар со всех сторон окружен желтым цветом. 2. Открываем желтую чакру, увеличиваем наш шар, вместе с руками, все больше и больше, как в обычном дереве. Представляем огромный желтый шар. 3. Облегчаем образ, представляем желтый обруч. Открываем поток энергии, представляем раз в 3 секунды образа, ноги удлиняются вниз, голова и грудь вверх. 4. Представляем поочередно раз в 3 секунды образа, желтый обруч, ноги удлиняются вниз, в течение 5 минут, не более. Заключительная часть практики. 1. Представляем вокруг себя большую желтую сферу с центром в желтой чакре. Представляем, как сфера заполняется энергией такого же цвета. 2. Представляем, как сфера становится все меньше и меньше. Ладони рук словно жимают ее и ведут к желтой чакре. 3. Сфера размером с теннисный мяч находится в желтой чакре. Опускаем желтый мяч, вместе с руками, в нижний дань тянь. Уменьшаем желтый мяч до тех пор, пока он не превращается в светящуюся точку. Если во время или после выполнения практики появилась тошнота, значит поджелудочной железе не хватает энергии. Это состояние нужно просто перетерпеть, когда энергии станет больше, все придет в норму. Если понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Стартовала акция. Теперь на нашем сайте можно приобрести книгу наука о внутренней силе или увеличении магнитного поля человека с 40% скидкой до конца мая. Всем хорошего настроения и пока.